Её хотели перенести в будущем, но многие хотелки АЗЛК так и остались хотелками. Ещё раз об уникальности этой машины, которая практически из первых партий. Сейчас маленькое дополнение. Тот номер, которым показывал, это номер шасси с учётом предсерийных моделей. Номер самого же автомобиля, вот здесь на стекле выгравировано, 5024. К тому же салон обит югославским велюром. Не АЗЛКовской рогожкой, а именно велюром. Такие автомобили выпускали примерно два года. Ну и вообще, сам «Москвич» по сравнению с теми же «Вазами» и «Газами» это уже иномарка. Но, возвращаясь к предыдущему рассказу об уникальности автомобилей, здесь есть стеклоподъёмники. И это заводские стеклоподъёмники, знающие люди проверяли, и это реально сделано на заводе. Не в каком-то там «Шараш-монтаж» или в армянском автосервисе, а именно на заводе. А машина, между прочим, 87-го года. Умели, когда хотели? Ладно, пора заводиться. Ну и по старой доброй традиции, вот тебе подарок от «Супротека» для твоего автомобиля. Это очиститель тормозов. На самом деле, можно чистить не только тормоза, хоть руки мой на самом деле. Вот, классная штука. И силиконовый воск для обработки резинок, пластика. Супер штука. Самое главное, она следов не оставляет. Вот. И спасибо тебе за помощь. Целая сполчика коробочка. Тут, естественно, никаких усилителей. Стоит рулевая рейка. Одним пальцем, конечно, не покрутишь, но очень комфортно. Сидеть так же широко, как у «Волга». С другой стороны, сравнивая с отечественными автомобилями, больше не приходится радостно с иномарками. Но тогда иномарок в СССР было очень мало. Развесовка у «Москвича» 2141 великолепна. Хорошо загруженные колеса, которые, кстати, не маленькие, 14-й радиус, отлично держат народ. Тяжелый, длинный автомобиль в потоке на трассе очень комфортно. Коричневый салон, который делался с 1986 до 1990 года. Потом шла унылая серая чернота. Ну, как все 90-е, по воспоминаниям моим и моих друзей. На точно таком же автомобиле с «Шигуревским мотором» я проехал несколько тысяч километров, ездил в Чувашию. Мне что очень не понравилось. В «Москвиче» тяжелая морда. На наших разбитых дорогах надо было быть всегда аккуратными. При резком торможении машина сильно клюет носом на большой скорости. И можно было совершенно спокойно картером двигателя стукнуться в какой-нибудь случайно валяющийся камень на просторах Российской Федерации. Представьте себе, москвичей должно было быть целое семейство. Хэтчбэк, как наш седан Пикат. Для машины разработали новые моторы, бензиновые и дизельные. АЗЛК 21415, объем 1,8 литра, 8 клапанов. АЗЛК 21416, 1,8 литра, 16 клапанов. А также турбодизель объемом 1,8 литра. АЗЛК 21413. Начали строить завод, который был готов на 90-95%. Но не случилось. Разгон Д-100 не нужна информация. Ну, где-то 18-19 секунд. Расход по паспорту, такие тоже есть данные. Но, на мой взгляд, около десятки. Ну, в смешанном, естественно, цикле. Пятиступенчатая коробка. В то время это был нонсенс и очень удобное явление. На разгон как бы. Прямо раз нажал на педаль газа и все. Шапка улетела. Вообще машина четко. Кстати. Виктор Цой. 41-го. А безопасность? Не сегодняшняя, а та, в 80-х годах. Москвич 2141 по пассивной безопасности выше всех советских массовых моделей. И был сравним со многими иномарками в классе. Ни с чем не сравнимое ощущение. А вот этот вот руль с гранью. Все такое диско 80. Все стильное, современное, модное. Ну, немножко перекошенное. Но, с другой стороны, господа, машина 87-го года. И она воспринималась уже как иномарка. Она была комфортнее девятки. Она была шире девятки. Она была динамичнее девятки. Она была. Во всей пяти ради самое главное слово. Она была. Все. Дальше ехать нельзя. Можно застрять. Я не буду говорить про последние годы АЗЛК. Это мракобесие и позор. Качество автомобиля упало до уровня железного бедра. Спортсмены, инженеры, рабочие АЗЛК остались в неудел. Годы упорного труда в помойку, а виновные не наказаны. И самое ужасное, что они до сих пор ничего не боятся. Ложа руку на сердце, отличнейший и современный автомобиль для своего времени. Машина, которая могла стать началом новой эры отечественного автомобилестроения. Насытит рынок и... Так сложилось. Никто не виноват. Не вовремя появился автомобиль. История не знает сослагательного наклонения. Машина хорошая, а история у нее плохая. Так, товарищи, сейчас все серьезно. Зима не за горами, а в горах уже зима. Ну, в тех горах, которые на севере. А не в тех горах, которые на юге. И вообще я не про горы. А про моторное масло. От ВМП авто с допуском ИСПИ. Новиночка. Все. Неожиданно. А в нашей стране все неожиданно. У нас времена года, сезоны меняются неожиданно. А вот замена масла должна быть ожидаема в начале сезона. А тут вам заряженное масло. ВМП авто. Которое не замерзнет зимой. Масло, которое работает 10 тысяч километров. Зуб даю. Валерин. А почему? А потому что на ПАО производится в Питере и не имеет поддела. Защищает мотор от замены до замены. С ним и притопить можно. Болебденовых приправ от души в составе. И запомни, как очень наш. Масло и в зной, и зимой. Нет. Это не секретное слово для скидки. Это констатация факта. А вот в описании...